Мы не исключаем ситуацию, понимаем, что употребление наркотических средств, в принципе, имеет место в нашем городе. И милиция, без общественности, без сотрудничества с общественностью, в объединении усилий общественности, общественных организаций, просто жителей города, очень сложно выявлять такие места, если они будут появляться. Потому что идут по городу и выходят. Где-то мы же понимаем, откуда она взялась и с какой целью она использовалась. Поэтому вчерашнее совещание, Владимир Николаевич Новасков был инициатором этого совещания, ну, я так понимаю, что было сказано, вчера, наверное, будет озвучено поднятие на совещание, что вот эту программу сотрудничества придется возглавлять, так сказать, будет поручено мне заниматься. И вот вчера это было сказано, и вот в этих выступлениях, там, 5 минут я попытался, как-то чертить те способы, те методы сотрудничества, которые будут, ну, если это мне будет поручено, вместе с депутатами мы будем внедрять, и через что мы будем КСХП этап найти. Потому что для поддержания, не говорю наведения, поддержания, так сказать, общественного порядка, при помощи милиции, всегда это было, надо очень плотно сотрудничать с общественностью. Сама по себе милиция не все сделает, в том числе и с этим проявлением негативным, которое, к сожалению, наверное, имеет место в нашем городе. Но вы сказали о том, что благодаря общественности вы знаете о том, что у нас в городе продаются наркотики. Вы же понимаете, я не могу, это мне пришли люди и сказали, я не могу назвать адресы в это, я выдам эту информацию милиции, они будут проверять. Я не полномочный, я не должен это говорить официально в средствах милиции, масса или кто. А может в этом суседом поругались, сусед пришел мне и говорит, а вы знаете, в какой-то квартире. Поэтому я сказал, что есть информация, эта информация будет проверяться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...